Привет, лесяне, гости и жители моего сказочного леса! А у меня подъехали подарки на мой день рождения. И сейчас... это только начало. И сейчас мы будем их вместе распаковывать. Первый долгожданный подарочек это матрешки от МП-студии. Планирую их вышить на елку. У меня уже есть 4 больших матрешки. Эти будут маленькие, 9х5. Вообще это запланировано производителем как магнитики. Но я не вяжу их магнитиками. У меня и так весь холодильник, вы уже видели, завешан. Поэтому это будут игрушки на елку. И сзади будет фетр. Сейчас давайте за кадром открою и вам покажу. Довольно-таки тяжелый такой пакетик получается. Схема. Сам магнит 1. Фетр. Такой он мягенький, прозрачный. Вот я не люблю такой. Может быть заменить чем-нибудь. Набор ниточек. Пестрые, яркие. Ну, как и сами матрешки, которые... Планирую это все оставить на декабрь. В декабре я все успею. Я все смогу. Я в себя верю. Иголочка есть. Вот помните, как с лисой получилось, с последних думенчих. Я настолько привыкла, что в последних наборах иголочки всегда были. Я просто без задней мысли поехала в деревню к моим родителям. Взяла просто набор запакованный. Открывала там. Там открыла, и иголочки не было. Соответственно, вышивать было нечем. Так, я так понимаю, что будет вот так умещаться. Две и там две. Ну, нормально. У меня елочка метр двадцать. Из них нам из-за барсика придется 20 сантиметров как-то сгибать. Потому что елка будет стоять на камине. Первая елка в жизни барсика. Эта мысюшка нам досталась воспитанная радость. И она вообще никак не обращала внимания на елку. Но елка, елка, мигает, светится хорошо, радостно. А он все игрушки считает, что это его игрушки. Поэтому елку мы будем ставить на камин. Это высоко. С камина она не вмещается до потолка. Поэтому 20 сантиметров будем отгибать. Соответственно, никакая наконечник и звезда никакие не будут лезть. Но я уже так делала, когда у нас была лиска. Я просто сгибала красиво и делала красивый бант сверху елки. И все замечательно. Думаю повторить в этом году. Не буду даже как-то упаковывать, потому что скоро распаковывается. И второй подарок, это я его перепутала, если можно так сказать. Почему-то я именно импостудию, жар-птицу заказала. Хотя хотела созвездия на деревянной основе. Точно, ну не точно такие уже, но похожих неразлучников. Буду делать им глазки и ротик. Хочу их тоже на елку приспособить. Ну раз уж так. У меня елка планирует быть такой прекрасной. 11 на 9 сантиметров. Будет готовая работа. Прекрасные неразлучники. Ну и давайте я ее открою и вам покажу. Это у нас оберег. У меня елка будет состоять из оберегов. Понятно, что схема. Слышно, да, что я говорю? Подятно, а не понятно. В общем, насморк. Это наше все. Гораздо меньше ниток, но тут и гораздо меньше вышивать. И уже цвета такие скуднее. Нет зеленых оттенков. Здесь тоже вот на две половинки. Они мне напоминают по размеру розового единорога. Тоже есть иголочка. Тоже бери да вышивай. Эх, фунтик. Прямо вот бери да беги. Вот такой замечательный набор. Положу их пока рядом, потому что следующая моя покупка не будет связана с вышивкой никак. Но она будет связана с приключениями. А это набор открыток с городом Орел. Я пока не могу с вами поделиться, потому что надо морально быть готовой к этому. У меня больше, наверное, тысячи, если не больше, открыток. Я занимаюсь посткроссингом. Это обмен открытками по всему миру. И у меня уже огромная просто коллекция. Я все никак не могу с моими ногами до нее добраться. Она стоит выше антресолей. Все упаковано. И там очень много открыток, посвященных городам. Но не было Орла. Ну, там много чего не было, конечно. Ну, вот я Орел решила заказать на Вайберис. Там есть, кстати, все города. И есть такие тематические открытки, которые трудно найти. Вообще трудно найти в интернете. Будь здоров, Барсик. Барсик чихнул. Давайте я опять открою. Вот такие открыточки. В наборе 15 открыток. Почему-то обращение к орловцам и к гостям города. Мне кажется, если бы я жила в Орле, я бы все и так знала. Соответственно, стандартно две картинки на одной. И сзади подпись, описание всех достопримечательностей. Красиво. Все замечательно. Я хочу в этот город попасть когда-нибудь. И вообще хочу много путешествовать по России хотя бы. Но сейчас-то не особо удобно. Красивый-красивый орел. Даже какая-то усадьба. Не буду пока читать, что там сзади написано. Прочитаю это все за кадром. Вам же просто покажу картинки. И покажу вот, что оказывается есть у нас на Wildberries. Что можно заказать и купить. Если вы вдруг не знаете, то вот такую открытку тоже можно послать по почте без конверта. Но придется тогда заклеить вот эту часть. Приклеить бумажку с адресом, с марками. Наклеить марки. И получится, что без подписи. Но я так уже делала. У меня все доходило прекрасно. Просто некоторые почтальвины не знают, что так можно. И начинают впаривать конверты. А это дополнительная плата. Если у нас сколько? Я не думаю, что сейчас около, может быть, 18. Ну, пусть будет 20, грубо говоря, рублей. Открытка без конверта стоит отправить. Просто наклеить марки и бросить в ящик. Ну, адрес, соответственно, написать. Даже ваш адрес не обязательно писать. Ну, пусть рублей 20. А в конверте это будет 50. Это в два раза дороже. Естественно, работникам почты выгоднее, ну, не заставить, обмануть. И даже не обмануть. Они чаще всего, они сами безграмотные и ничего не знают, что да как. Поэтому они вынуждают нас покупать конверты. Но это совершенно не обязательно. Ну, по крайней мере, я сто раз так делала. И все у меня доходило. Вот такие у меня покупочки на сегодня. Это только самое начало. Завтра еще один заказ придет. Это все день рожденешние заказы. Буду по мере возможности вам снимать распаковки, чтобы что-то давно, быстрая распаковка, моя рубрика, не давала о себе знать, чтобы не забывали. А с вами была Олеся из сказочного леса. Всем путешествия, всем счастья, улыбок, радости. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!